Воскресенье Вы вспомните май месяц, когда вы брали в руки автоматы, вы думали о каком-то статусе, о каких-то там наградах. У нас у всех была одна мысль защитить наш край, наших детей, наших женщин от того произвола, который произошел в Киеве. Вы в тот момент, когда шли сражаться, прекрасно знали, что вы берете в руки оружие, оружие стреляет в вас. Все из вас могли быть убиты. К сожалению, это произошло с многими. Были ранены, и причем многие неоднократно. Это тоже большая проблема. Но вы шли осознанно, и вы сегодня не спрашивали. Вы сейчас говорите о статусе ополченца, поднимаете этот вопрос. Тогда я задам следующий. А как приравнять, воевал человек или не воевал? Давайте подумаем. Водитель троллейбуса на бассейн воевал? Он же попал под обстрел. Или скажите, учитель, который погиб в школе, воевал? Он его градом разорвало. Дальше. Монтеры, которые восстанавливали линию электропередач, подрывались на минах и снимали снайперы. Они как, не воевали? Врач, который погиб в больнице во время приема. От разрыва мины. Он кто? Ополченец? И таких случаев тысячи. Горводоканал, который восстанавливал под обстрелами канализацию и водопровод. Он что? И погибали. ЖКХ, погибали. МЧСники. А никто. 90% населения мужского так или иначе участвовали в боевых действиях. Оно и мне такое, что все жители ДНР, которые остались здесь, жили под обстрелами, прятались в подвалах, погибали на улицах, подрывались на минах, были расстрелянными украинскими карателями. Это все люди, которые воюют. Я не могу сказать, делить не имею права. Кто имеет право получить этот статус, а кто нет. Мое мнение следующее. Что в таком случае, перед тем, как собираться, надо просто вспомнить о тех людях, которые для вас растили хлеб, обеспечивали вас водопроводом, водой, электроэнергией. Если вы собираетесь сделать для себя что-то, то нужно делать в первую очередь для народа, ради которого вы взяли руки автоматы. А если вы это забыли, что вы эти автоматы брали для народа, то я вам напомню, все незаконные вооруженные формирования, по моему приказу, будут расформированы. Вы боитесь потерять свой статус. Скажу честно, корпус ждет. Всегда есть место. Больше 1200 человек можем принять. Подразделения территориальной обороны ждут полторы тысячи. Республиканская гвардия, МВД, МГБ, внутренние войска, набор добровольцев. Так вот, если вы хотите служить народу, если вы считаете защитников своей родной земли, будьте добры, вступайте в ряды вооруженных сил, в министерство МВД, в министерство МГБ и служите. Это раз. Если вы считаете, что у вас автомат нужен для того, чтобы свои меркантильные интересы решать по поводу охраны и всего основного накрышевания, так вот автомата у вас этого не будет. И любое подразделение, либо любой человек, который не сдаст оружие, будет разоружен. И приравниваться будет к мародерам, для которых оружие самая главная вещь. И терять его никто не хочет. А вот закон принят будет завтра же о признании всего населения Донецкой Народной Республики участниками боевых действий, а не закон о статусе ополченца. Понимаете? Я хочу напомнить вам следующие слова одного великого полководца. Ополченец это тот, кто любит свою родину. А любят ее и врачи, и учителя, и МЧС, и МВД, и МГБ, и все остальные. Не важно кто. И рабочий, и шахтер. Если ты встал, поднялся и смог это сделать, ты любишь свою родину. И не важно кто ты есть, ополченец ты или шахтер, врач или металлург, водитель троллейбуса или трамвая, или обычная девушка, которой отрезали ноги под устрелом на бассейн. Это правильно. Вот ради этого вы воюете. Ради этого мы все воюем. Ради этого нас могут убить и нас ранят. Вы правы абсолютно. Нельзя забывать о товарищах, которые лежат в госпиталях. Так вот, если об этом говорить и ничего не делать, они как и лежали, так и лежать будут. А проехаться и посмотреть, кто где лежит и почему не получает ту или какую-нибудь в него местную помощь. Это ваша задача. Это же ваши друзья. Такие же, как и вы. И на их месте можете оказаться завтра и вы. Это раз. А по поводу статуса. Я напомню. За тот короткий промежуток времени, который мы называем Сиданинской Народной Республикой, правительство и Верховный Совет сделали колоссальную работу. Мы создали государство, пускай только начало, но оно уже есть. И это государство стало на ноги. И как любое государство, оно обязано защищать своих жителей. Не только армия и другие. И от преступников в том числе. Понимаете, к сожалению, государство не сможет защитить вас, избавить от преступности. Но оно обязано быстро на эту преступность реагировать. Поэтому, если кто хочет служить, служит. Кто не хочет, будет разоружен. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»